Киноблог представляет Топ лучших фильмов 2018 года, которые ни в коем случае нельзя пропустить. 2018 год был очень насыщенным, хотя тут конечно смотря с какой стороны посмотреть, но заядлые фанаты любых жанров смогли найти достойные фильмы для себя. Несмотря на то, что мега киноиндустрии не так уж и много, которые способны вливать огромные бюджеты в свое творение, все же мы понимаем, что это не всегда основной показатель. Некоторые картины могут привлекать не так эффектами и масштабностью, как самим сюжетом и вовлеченностью зрителя в происходящее на экране. Итак, поехали! Первое место. Зеленая книга. История основана на реальных событиях. Она рассказывает о путешествии известного джазового музыканта и обычного водителя. Акцент ставится на развитии главных героев и их отношений, потому что со временем, что неудивительно, они сближаются. Тони и доктор Ширли находятся в разных социальных слоях, ценности которых сталкиваются. Так доктор, еще и темнокожий, что обостряет ситуацию, в очередной раз демонстрирует нам историю о расизме. Но рассказ данного фильма не акцентирует на этом особое внимание. Просто это условие окружения, в котором вынуждены развиваться главные герои. Поэтому, если вы считаете, что у данного фильма обязательно должен быть астросоциальный посыл, то это не так. К слову, персонажи очень и очень притягательные. Они нетипичные и интересные, а их взаимоотношения издалека напоминают фильм «Один плюс один», но лишь издалека. Герои вызывают исключительно симпатию, во что сделали вклад и актеры. Связка между Махершела Али и Вигом Моторсоном была просто шикарная. Плюс к этому, каждый из них отлично сыграл, подтверждая свой талант, который мы замечаем уже не в первый раз. Рискну даже сказать, что весь фильм держится исключительно на их игре, потому что сюжет не самый мощный, время от времени даже банальный, но все еще до невероятного трогательный. «Мстители. Война. Бесконечности» занимает второе место в нашем топе. Огромное количество комментариев за и против данного фильма в трилогии Марвел. Мнения разделились, да уж, наделали шумихи. Фильм получился насыщенным не только в плане спецэффектов крутых погонь и ярких героев, но и очень эмоциональным. Герои стали более человечными. Пропал пафос, появился трепет и нежность по отношению к друг другу. Некоторые сцены зашкаливают трагизмом, но не придуманным, а искренним и душевным, если так можно выразиться. Актеры изменились вместе со своими героями, стали намного дружнее и целостнее. Все их фразы и поступки обоснованные, эмоциональные. А человечи ли придали красок не только холодному роботу, но и главному злодею, который не стремится к бесконечной власти и трепета перед его именем. Он хочет чистого неба и спокойствия во всем мире, как бы банально это ни звучало. Он не тиран, каким его хотят представить. Он усталый путник без дома и любящего человека. Это доказывает не только слеза, но и взгляд после окончания битвы. Конечно, есть и минусы. Например, сила героев, или другими словами их бесполезность, а также доля разочарований относительно сюжета. Я имею в виду отсутствие глубины отношений между героями. Внимание! Если вы еще не подписались на канал, не забудьте подписаться, поставить лайк, а также написать в комментариях свое мнение по поводу фильмов в топе. Напишите, какие подборки хотели бы увидеть лично вы, а также какие фильмы 2018 года могли бы попасть в топ. Третье место в нашем топе занимает фильм «Капернау». 12-летний Зейн не может точно ответить на вопрос, сколько у него братьев и сестер, но уверен, что детей в его семье должно быть меньше. Несмотря на юный возраст, Зейн нелегально работает, следит за младшими, помогает старшим, ищет деньги и документы на эмиграцию в Швецию. Он смотрит на мир с нескрываемой ненавистью. Ему есть что ненавидеть. Дети на улицах Бейрута попрошайничают, едят посыпанные сахаром лед и чипсы. Девочек как можно раньше продают замуж. Сам он вынужден есть что попало, спать где придется, и самое главное, он только что получил пятилетний срок. В тюрьме Зейн подает в суд на родителей за то, что они дали ему жизнь. Слоган данного фильма – то, о чем предпочитают умалчивать. Надин Лобаки очень тонко и безнажимно показала нам кусок реальной жизни. Эта красивая и сильная женщина заговорила о том, о чем не принято говорить. Это вызывает огромное уважение. Это кино выдернет вас из зоны комфорта, схватит за жабры и откроет вам другой, непривычный мир. Полные боли, отчаяния, одиночества и сломанных детских судеб. А финальный кадр вынет из вас душу, вывернет наизнанку и запихнет обратно. Но выбирать вам вы можете остаться в стороне, не обращать внимания и перейти к следующему фильму нашего топа. Апгрейд Фильм, на мой взгляд, достойный занять четвертое место в нашем топе. В ближайшем будущем разнообразные технологии участвуют во всех аспектах человеческой жизни. Но в этом технологическом мире Грей – один из немногих людей, кто любит работать руками. Он восстанавливает и чинит старые автомобили. Однажды, возвращаясь от клиента, Грей с женой попадают в аварию, а после – в руки банда отморозков, в результате чего женщина погибает, а Грей оказывается парализованным ниже шеи. Тот самый богатый клиент предлагает несчастному поставить экспериментальный имплант, который может полностью восстановить подвижность. Если не читать спойлеры, очень сложно понять, чем же все закончится, и до самого конца соблюдается интрига главного злодея. Есть, конечно, и некоторые нелогичные состыковки, например, с тем же хакером. Ну и, конечно, мне концовка не понравилась. Хотя, разве интересно, когда однозначно хороший хэппи-энд? Пятое место занимает фильм «Первому игроку приготовиться». Действие фильма происходит в 2045 году. Мир погружается в хаос и находится на грани коллапса. Люди ищут спасения в игре «Оазис», огромной вселенной виртуальной реальности. Ее создатель, гениальный и эксцентричный Джеймс Холидей, оставляет уникальное завещание. Все его колоссальное состояние получит игрок, первым обнаруживший цифровое пасхальное яйцо, которое миллиардер спрятал где-то на просторах Оазиса. Запущенный им квест охватывает весь мир. Совершенно негероический парень по имени Уэйт Уотс решает принять участие в состязании, с головой бросаясь в головокружительную, искажающую реальность погоню за сокровищами по фантастической вселенной, полной загадок, открытий и опасностей. О да, геймерам фильм однозначно зашел. Игровая вселенная. Не так часто делают фильмы на данную тематику, но это же только анимешники наедаются этим, а простым смертным не очень хватает. И все же есть реальные минусы данного фильма. С одной стороны, на экране перед вами вроде бы кто-то и погибает, с другой, вам на это все равно, они тут же бегут воскрешаться. С одной стороны, вроде бы и не хотят умирать и лишаться всего. С другой, вас постоянно тычут в игроков корпорации, которые постоянно возрождаются и ничего страшного с ними не происходит. С одной стороны, показывают прелести костюма, передающего все ощущения. С другой, потом весь фильм все охают от тычков, передаваемых этим костюмом, которые, кстати, вовсе не обязательно одевать. С одной стороны, показывают зоны, в которых люди сражаются. С другой, демонстрируют, что воевать в их мире можно в любом самом неожиданном месте. И в конце концов, подобную идею можно встретить в более удачной форме. Где? Ну не скажу. Ну а на этом все. С вами был Киноблог. Не забудьте поставить лайкосик, подписаться на канал и написать в своих комментариях мнение о фильмах из топа, а также какие подборки вы бы хотели увидеть следующими. До новых встреч!